Я вас приветствую, друзья. Сегодня мы говорим на животрепещущую тему сочетания диабета и секса. Что такое диабет? Диабет это по каким-то причинам тканями не усваивается глюкоза, которая с пищей поступает в организм, а затем всасывается кровь. И каким-то это приводит последствия. Каким именно? На начальных этапах, когда человек узнает, что он болен, принимает адекватное лечение, соблюдает адекватную диету, есть сколько-то лет у каждого диабетика, когда он, в принципе, компенсирован и по своему статусу не отличается от здоровых людей. Но неизбежно у диабетика, как ни у какого больше другого человека, скачки сахара приводят к повреждению эндотелия, то есть внутренней стеночки сосудов. Мне кажется, каждый, кто когда-либо интересовался темой эректильной дисфункции, должен вздрогнуть на слове эндотелий. Итак, сахар разрушает этот эндотелий, как бы способствует тому, чтобы там образовывались, ну, такие, знаете, как бы микроязвочки или микротрещинки, если вот сказать таким вот очень приблизительным языком, понятным обывателю. И сахарный диабет, особенно на как бы поздних его стадиях, когда человек уже не одно десятилетие им болеет, да, и находится на своем переломном возрасте, там 50+, скажем так, да, или там 40+, у кого как, кому как повезло с темпом развития болезни. Вот. Очень часто изменения, которые при сахарном диабете происходят, способствуют тому, что нарушается еще и жировой обмен, липидный обмен. И вот это сочетание, когда повышенная глюкоза повреждает эндотелий, да, если человек еще курит, то быстрее повреждает эндотелий, а нарушенный жировой обмен приводит к тому, что липиды тяжелой плотности оседают на стеночках сосудов, формируют там атеросклеротическую пляшку, которая впоследствии там известняется, собирает на себя всевозможные там тромботические массы и прочее, приводит к тому, что сосуды подвергаются такому заболеванию, как атеросклероз. Атеросклероз сосудов – это такое системное заболевание, когда в каждом сосуде есть попляшечки, которые влияют на ток крови через эти сосуды. И вот когда эта бляшка критически этот ток перегородит, тогда начинаются особенно серьезные изменения в организме. Как мы это можем проследить? Допустим, сонные артерии, которые питают мозг, да, у них диаметр где-то около сантиметра или чуть больше. Сколько там нужно, ну, какого должна быть диаметра бляшка, чтобы перекрыть, например, ток крови к сонной артерии? Ну, там, не знаю, 7 миллиметров, то есть огромная какая-то, и, конечно, она образуется нескоро. А вот, допустим, сердечные артерии, коронарные, там у них диаметр может быть 5-6 миллиметров, да, а им сколько нужно диаметр бляшки, чтобы повредить сердцу? Ну, там, ну, не знаю, 3-4 миллиметра, да, уже сердце это заметит, да. А вот диаметр артерии в половом члене 1-2 миллиметра. Чувствуете, к чему я клоню? Совсем всего ничего требуется половому члену, чтобы он почувствовал вредоносное воздействие на себя этих атеросклеротических отложений. Поэтому эректильную дисфункцию у пациентов с сосудистыми нарушениями, а именно эту категорию составляют больные с сахарным диабетом, называют синдромом канарейки. Знаете, что такая канарейка? Было принято у шахтеров, они когда спускались в шахту, шахта длинная, и если туда спуститься, особенно в большом количестве людей, да, быстро оттуда не выбежишь, если там какие-то проблемы. Поэтому запускали канарейку. Канарейка существует маленькое, если в шахте существовал, присутствовал метан, то канарейка быстрогиблая, люди видели, что сюда заходить нельзя, нужно сначала какие-то провести мероприятия. Вот эректильную дисфункцию у пациентов с сосудистыми проблемами называют синдромом канарейки. То есть канарейка, в данном случае нарушение эрекции, возникает за 5 лет до инфаркта, за 5 лет до серьезных сосудистых осложнений, таких как инфаркт, инсульт, когда остальные атеросклеротические пляшки дорастут до критического диаметра, чтобы повредить крупным и основным нашим органам. Это сердце и мозг. Поэтому у людей с сахарным диабетом механизм, сосудистый механизм нарушения эрекции вполне вероятен, и очень часто он реализуется на практике. Что еще для диабетика сложно? Учитывая, что вы, в принципе, все склонны к сосудистым нарушениям с возрастом, вот все 100% людей, но пациенты с сахарным диабетом, они быстрее эти осложнения сосудистые получают. И, как следствие, у пациентов с сахарным диабетом сосудистые препараты для поддержания эрекции, а это именно ингибиторы фосфодистраза 5 типа, к которым относятся селденофил, тоделофил и так далее. Они быстрее перестают действовать. По той простой причине, что какое действие у селденофила? Он должен расширить гладкомышечные волокна, расширить вот эти вот пещерки в теле членов, в которых будет приток крови, и будет осуществляться эрекция. А если все эти мелкие сосудики с поврежденным эндотелием, каждый из которых вот этими вот каменьями атеросклеротической бляшки выстлан, то здесь этому несчастному селденофилу становится просто нечего расширять. Не потому что к селденофилу привыкание развивается, не потому что селденофил такой бессильный, не потому что, там я не знаю, там что еще, какие еще помехи существуют, а именно потому что сама природа заболевания такова, что рано или поздно осложнение сосудистого характера приводит к тому, что уже и виагра перестает действовать. Поэтому тем, у кого такой диагноз выставлен, совет такой, как можно серьезнее и адекватнее к себе относиться. Сказали диета, значит диета. Сказали вот такие препараты, значит вот такие препараты, и не меньше. Сказали через год прийти, значит надо прийти. А то некоторые, да, я на диете, да, я препараты пью. Сколько уже пьете? Пять лет. А вы за эти пять лет ходили к эндокринологу? А вы проверяли эти препараты, на вас до сих пор действуют, или вам требуется уже какая-то коррекция, или доза, или другой препарат. Вот, поэтому вот эти все легкомысленные, беспечные какие-то поводы уйти от ответственности за свое здоровье при сахарном диабете не прокатывают. Хотите жить долго и счастливо? Хотите любить свою жену и родить потомство? Пожалуйста, будьте так добры, выполняйте врачебные рекомендации. Но если вам наплевать, то, ну а что, можно и ВИЧом заразиться, добро пожаловать. Что так как бы ждать, пока диабет-то долбанет? Давайте ВИЧ сразу. Вот, поэтому давайте все-таки за здравый подход, за трезвость, за разумность, и будет нам счастье. А теперь пока. Субтитры создавал DimaTorzok